Костя, я тебя поздравляю с твоим серебром, заслуженным серебром. Надеюсь, что в следующий раз ты получишь золото. Молодец. Эта серебряная медаль – первая награда для четвероклассника Кости Спасенова. Спортивное ориентирование ученик 15-й гимназии пришел в прошлом году и уже в этом стал лучшим в младшей команде по итогам первенства Краснодарского края, которое прошло в Геленджике. В моей группе М11 было 48 человек. Я выбежал на 21-й минуте и побежал. Прибежал на финиш. Мне дали сплит. И там было написано, что я был второй. Наш город на первенстве Краснодарского края представляла и воспитанница Сочинского центра туризма Лиза Шаблей. Она тоже занимается этим видом спорта менее года. И почувствовав вкус победы, настроена попасть в состав сборной Краснодарского края и выступать на всероссийских соревнованиях. Когда стартовали, было очень страшно, потому что очень много было соперников. Мы ориентировались в лесу по картам. У нас было 7 или 8 контрольных пунктов. Было одновременно и сложно, и весело, и все эмоции смешиваются. Моя цель – поучаствовать в интереснейших соревнованиях, выйти на краевые, на всероссийские соревнования. Я хочу продолжать заниматься этим спортом. В соревнованиях, организованных Министерством физической культуры и спорта Краснодарского края и Краевой же Федерации спортивного ориентирования, приняли участие более 400 спортсменов. В их числе мастера спорта, участники чемпионатов мира и члены сборной России. Среди именитых мастеров бега с картой и компасом отличилась и сочинка Наталья Дьяченко. Она подтвердила свое лидерство, завоевав серебряную медаль чемпионата. Спортивным ориентированием я начала заниматься ровно 20 лет назад, буквально с некоторыми недельками уже в плюс, то есть получается более 20 лет. И я начала заниматься спортивным ориентированием, вот именно в чистом виде, в секции своего родного города, города Ишкар-Ала. И далее уже продолжила здесь, в Краснодарском крае. Я имею звание мастер спорта России уже порядка 6 лет. И приятно, что я сейчас все еще являюсь спортсменом, который может показать ребятам, чего можно достичь, занимаясь спортивным ориентированием. На своем личном опыте я показываю, что это не просто как досуг, да, это практически как образ жизни. То есть, в принципе, я могу показать ребятам всю многогранность всего вот этого мира, природы, весь интерес вообще мыслительного процесса, логики, ловкости. И что нам может представить вот именно вот этот некоторый романтический образ путешествий. Ну и, собственно, состязательный момент, конечно, очень важен, чтобы дети действительно хотели расти. Расти не только вот именно в своей сфере, но и уже на более высоких площадках на краевом, всероссийском уровне. Возможно, что и на мировом. То есть, те ребята, которые сейчас в младших группах еще только-только делают свои первые шаги, вполне возможно, что мы дорастем до национальной сборной. Было бы очень неплохо. Моей личной копилке медалей, не буду хвастаться, на самом деле сложно представить вот именно, что по спортивному ориентированию порядка 300 медалей. И в основном это золотые медали. И это как бы не преувеличение, а, видимо, как-то вот так вот сложилась судьба, что у меня были либо золотые, либо, допустим, там какого-то другого номинала. Дипломы также выдаются на соревнованиях, но чаще всего, конечно, как и, наверное, любому спортсмену хочется получить медальку. И, соответственно, когда мои ребята получают эту медаль, мы с гордостью им аплодируем и желаем их дальнейших успехов. То есть, конечно, коллекция медалей – это очень здорово. Без поддержки никуда. Есть, безусловно, поддержка, причем государственная поддержка, департамент спорта, в частности, департамент спорта администрации города Сочи. Также есть на уровне спортшколы тоже выделяются медали, дипломы, чтобы достойно наградить наших спортивных лидеров. И если это краевые соревнования, то поддержка непосредственно от Министерства спорта и физической культуры Краснодарского края. Если мы говорим о первенстве России, то, соответственно, мы субординацию поднимаем. То есть, получается, это Министерство спорта Российской Федерации. То есть, именно по отраслевому признаку есть непосредственная поддержка нашего вида спорта, который является 1972 года Олимпийским, но, к сожалению, пока еще все не включен в Олимпийские игры. Но, тем не менее, поддержка очень мощная и, что отрадно, с каждым годом все больше и больше внимания привлекается, именно из-за его доступности и, я бы сказала, семейности. То есть, практически каждый участник приходит не один, а с папой, с мамой, либо папой, мамой приводит детей. Поэтому это очень популярный и доступный вид спорта. Наталья Диченко занимается этим видом спорта на протяжении 20 лет и знает все о спортивном ориентировании. Спортивное ориентирование преподают в спортивной школе номер один под руководством Миргородской Ольги Павловны и Центр туризма и экскурсии под руководством Искакова Рамиля Рафаэльевича. Достаточно обширным образом у нас представлена, то есть, это не одна группа, это порядка 4-6 тренеров в каждом из учреждений, что спортшколы, что Центр туризма. То есть, занимаются этим люди, которые любят свое дело, любят природу, любят детей, любят заниматься активными, вернее, имеют активную позицию. То есть, что бы хотела отметить, то, что зачастую в нашем быстро изменяющемся мире люди стоят перед широким выбором, да, но все равно природа и активность на природе, она, мне кажется, остается такой базовой позицией. Более того, занятия бесплатные. Казалось бы, сейчас сложно найти что-то бесплатное, тем более доступное, да, то есть, в принципе, я думаю, что это одна из таких очень хороших возможностей ребенку познать мир, познать природу, познать себя, путешествовать в том числе. То есть, наш спорт предполагает поездки на очень красивые живописные места по всей территории, не только края, но и России. И, к примеру, допустим, я за свой многолетний опыт побывала на Дальнем Востоке, также побывала на территории всей центральной части, за Уралом. То есть, это очень хороший опыт, вот именно коммуникации, кругозора. Ну и, собственно, вообще это, конечно, большое удовольствие получать, вот именно что-то интересное, что-то новое. Ну и, собственно, единение с природой и какое-то вот умиротворение, когда ты находишься в лесу, и у тебя мозг занят чем-то очень увлекательным, это непередаваемое ощущение, и было бы здорово, если больше людей попробовали это и присоединились к нам. Развитие спортивного ориентирования достаточно активное. Как вы видите, ребята с удовольствием ходят на занятия, они посещают занятия даже для того, чтобы просто побегать, подвигаться, то есть есть некая свобода. В Краснодарском крае развитие спортивного ориентирования сейчас находится на подъеме, то есть самые сильные наши муниципалитеты – это Геленджик, то есть наши самые главные соперники – город Краснодар и станица Крымская. То есть те ребята, которые занимаются ориентированием, так скажем, на территории всего региона, составляют наши главные соперники. Именно эти ребята были соперником и на первенстве Краснодарского края в городе Геленджик. Но наши ребята тоже старались по возможности занять пьедесталы, поэтому по итогам данных соревнований у нас было два серебра. И это уже есть некие такие успехи. И хотелось бы, конечно, повысить еще уровень. И я видела в глазах ребят действительно этот огонь, который может зажечься еще более ярко на соревнованиях, которые пройдут в ноябре. Также краевые. То есть именно тот азарт, который возникает на соревнованиях, это очень здорово, настоящий спортивный. И ребята действительно хотят расти выше, быть быстрее, выше, сильнее, как и по олимпийским нашим девизам. Но ориентирование представляет такую возможность, что кроме стадиона, допустим, если мы говорим о каких-то традиционных видах спорта, у спортсмена-ориентировщика каждый раз, каждое соревнование, каждый старт – это новая дистанция, абсолютно уникальная. Она не только по протяженности и по количеству контрольных пунктов, а именно по местности, которую выбирает ориентировщик. Каждый контрольный пункт – это новая задача, поставленная перед спортсменом. Это очень здорово, когда ребята могут не просто развиваться физически, но и умственно. То есть здесь работают не только мышцы, но еще и головной мозг, извилины. Поэтому я думаю, что с такими темпами и с такими замечательными ребятами мы сможем достичь достаточно высоких результатов, в том числе на ближайших стартах. Можем говорить из такой достаточно сухой статистики в плане участников соревнований. Конечно, за пределами соревнований есть еще ребята, которые просто занимаются ориентированием и, допустим, неактивно участвуют в состязаниях. То есть если мы говорим о краевых соревнованиях, это порядка 400 спортсменов. Именно спортсменов, которые были лучшими в своем районе, в муниципалитете. То есть если мы говорим о такой более глобальной цифре, я думаю, что порядка 1000 спортсменов, те, которые могут назвать себя не любителями, а спортсменами, это на территории Краснодарского края. Но опять же, это очень примерные цифры. И естественно, то, что те люди, которые просто любят побегать, они также могут прийти и поучаствовать. То есть у нас нет ограничений в буквальном смысле. У нас участвуют и детки, которым около года, конечно, они участвуют с родителями. И участвуют бабушки и дедушки, которым порядка 90 лет. То есть диапазон огромен. И естественно, в соответствии с каждым возрастом устанавливается дистанция, чтобы это было действительно с удовольствием было пройдено. То есть не бег на выживание, а именно бег на удовольствие. То есть любой человек может, в принципе, стать участником краевых соревнований, которые пройдут у нас в ноябре в Сочи, да? Участвовать в краевых соревнованиях, к сожалению, нет, потому что это официальные. Но параллельно с соревнованиями, которые являются официальные, то есть первенства, чемпионат, всегда проводятся соревнования открытой группы. Так они и называются. Ну, по названию Open. Как подавать заявку? Вот наверняка же есть сайт у вас. Да, есть сайт. Сайт, он общий для всех мероприятий по спортивному ориентированию. Называется Orgeo. Но более подробную информацию, интересную, можно найти на сайте Okuban. Это сайт федерации okuban.ru. И там вы можете найти любые календарь, мероприятия, ближайшие старты. Вполне возможно, что кто-то сходит съездить в Горячий Ключ, Геленджик, Краснодар. То есть там тоже проводятся соревнования. И наши ребята из Сочи активно участвуют при любой возможности, при любом свободном выходном, которых не так часто бывает. То есть это можно найти на сайте okuban.ru. На какой площадке пройдут краевые соревнования? И вообще где у вас проходит подготовка в настоящем соревновании? Подготовка к предстоящим соревнованиям проходит как на территории гимназии. Номер 15 – директор, который очень активно поддерживает наш вид спорта. И также на лесных площадках – это лесопарковая зона, просто прилегающая к городу Сочи. То есть это может быть район Мацесты. То есть именно там, где есть лес. То есть чтобы дети привыкали к бегу по грунту. Чтобы была правильная постановка стопы. И чтобы дети не боялись леса, этих веток, елок, ручьев. То есть чтобы это было действительно комфортно и понятно. То есть вот, в принципе, площадок достаточно много. То есть там, где мы сможем бегать по лесу, везде мы этим пользуемся. Отмечаться мы уже поняли. Отмечаться вот здесь. Вне зависимости от того, какой номер. Сейчас Наталья готовит ребят к финальным краевым стартам. Они пройдут в районе чайфабрики в Дагомысе и в селе Прогресс с 8 по 10 ноября в Сочи. По их итогам будет определена сборная команда Краснодарского края. Бесплатные тренировки проходят в городском центре детско-юношеского туризма, первой спортшколе и на площадке 15-й гимназии. Уже 4 года ученики этой школы в начале сентября становятся участниками Всероссийского дня по спортивному ориентированию. К этому виду спорта активно присоединяются и другие сочинские школы. Ведь это интересно и доступно. Масштабы не ограничиваются одной территорией, ни одним микрорайоном. Поэтому, когда мы говорим об ориентировании как таковом, то мы говорим о том, где наши площадки сейчас осуществляются. Действительно, на территории гимназии номер 15, на пришкольном участке, буквально на периметре этого забора, существует спортивная карта, на которой ежегодно порядка полутора тысяч участников участвуют в Всемирном дне ориентирования. То есть масштаб мировой в буквальном смысле. В этот день стартует не только вся Россия, но и весь мир. И в том числе наши школьники, каждый класс выходит со своим учителем на этот праздник спорта и участвует в этом мероприятии. Каждый из ребят получает диплом памятный, диплом участника. И в каждом классе мы награждаем лидеров. То есть те ребята, которые справились лучше всего. Конечно, мы можем говорить о том, что ребятам комфортно бегать по знакомой местности. И тех, кто уже заинтересовался более высоким и интересным и сложным ориентированием, приходят к нам в секцию и занимаются, развиваются уже в более таком серьезном плане, спортивном. А так эта доступность достаточно широкая. В Корчагинском сквере, который был посвящен годовщине, 80-й годовщине образования Краснодарского края, там проходит День здоровья, также ежегодно. Он проходит в сентябре под лозунгом «Здоровые семьи, здоровые дети». То есть там есть некая позиция именно в том, что участвовали не только детки, но и бабушки, дедушки, папы, мамы, братья и сестры. То есть все выходят на эту тропу, тропу здоровья, которая обеспечена практически в шаговой доступности от гимназии. То есть нам в этом случае очень повезло, что ребята с родителями, со своими родственниками могут поучаствовать и в Всемирном дне ориентирования, и в Дне здоровья. И все это находится вот буквально у нас здесь. Здесь все очень географически близко, очень удобно, практически около дома. Мы проводим на территории площади искусств, то есть в самом центре города. То есть мы можем себе позволить именно без какого-то усложнения лесного массива побегать по паркам, просто по дорожкам. Понятно, что там бегаем мы не на таких скоростях, как на соревнованиях. То есть это просто общеобразовательность, чтобы люди видели, что это доступно, что это интересно. Каждый в детстве хотел поучаствовать в игре, найти клад. Так вот у нас наши клады, это наши призмочки. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Продолжение следует...